В 2015 году на территории Приморского края вступят в силу новые благоприятные условия для экономической деятельности. Что уже сделано, а что предстоит сделать, об этом в сегодняшнем выпуске программы «Конкурентная среда». Главные темы. Восточный форум «Час-Х», когда инвесторам представят реально работающие благоприятные правовые режимы. Мы должны сделать так, чтобы свободный порт к форуму был. Что показал национальный рейтинг? Три региона, которые участвовали в пилотной апробации рейтинга – это Петербург, Москва и Приморский край, которые показали наибольшую динамику роста. В какой помощи нуждается малый и средний бизнес? Основная проблема – это недостаток все-таки финансового ресурса. То есть на сегодняшний день пока не совсем решена вопрос о том, чтобы получать легко кредитные средства, допустим, под 6% у бедовых. До Восточного форума осталось два месяца. Помимо организационных вопросов, связанных с приемом многочисленных гостей, необходимо решить более сложные задачи содержательного плана. Первое – реализовать на практике правовые режимы открытого порта и территории опережающего развития. И второе – подготовить конкретные инвестиционные проекты и устранить возможные препятствия на пути их реализации. Мы создаем новую оболочку для инвестиций, новые возможности для развития не только российского Дальнего Востока, но и для развития Азиатско-Тихоокеанского региона. Потому что Дальний Восток России неповторим, он обладает целым рядом таких преимуществ, которыми просто соседи не обладают. У них нет такого количества лесов, у них нет такого количества чистой воды, у них нет такого количества рыбных ресурсов. Есть многое, что мы можем сегодня развивать, где мы можем создавать новые объекты экономики на территории России. И вот всем этим преимуществам надо дать возможность реализоваться, сняв те ограничения, которые мешают. Снять ограничения на пути движения капитала и развития бизнеса на территории Дальнего Востока и в частности Приморского края призван проект «Национальный рейтинг». В этом году он проводился агентством стратегических инициатив во всех регионах страны. В роли экспертов выступали сами предприниматели. Они определяли комфортность ведения бизнеса по четырем направлениям. Регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. Результаты Приморского края – 48-е место среди российских регионов. То, что мы сегодня уже чем точно можно гордиться, это регистрация предприятий. У нас лучшее в стране на сегодняшний день – это 10 дней. Но есть и вещи, которые нам еще предстоит серьезно работать. Я думаю, что еще очень много нужно поработать в области муниципалитетов, приложить все усилия. Но у нас есть значительная динамика улучшения и по получению разрешения на строительство. А мы напомним, что это все-таки процентов 80 предпринимателей – это город Владивосток опрашивался. То есть динамика изменений есть, и это хорошо. Представители бизнес-сообщества и руководители общественных объединений предпринимателей оценили достигнутые результаты сдержанно, подчеркнув необходимость продолжения дальнейшей работы в этом направлении. Один из показателей, по которому имеет смысл посмотреть нашему региону – это взаимодействие и поддержка малому и среднему бизнесу. Я думаю, что это может быть как раз-таки тот вопрос, который можно обсуждать. Имеет смысл подумать и создать несколько коммуникативных площадок, тем более их не надо создавать искусственно, они есть в естественном развороте. Сегодня в регионе, так же как и в стране, есть несколько деловых сообществ, на базе которых можно проводить вот эту самую коммуникацию, разговаривать и понимать, а что нужно сделать для того, чтобы было это движение вперед. Национальный рейтинг показал и конкретные области, где совместные усилия власти и бизнеса сегодня в Приморском крае особенно необходимы. Мы получили по итогам рейтинга вообще пять негативных итогов, и одна из них по стране – это вообще поддержка малого предпринимательства в принципе. Даже регионы-лидеры, которые вошли в пятерку, показали, например, не в группе А, у них поддержка малого бизнеса, а в группе С и в группе Б. То есть все-таки это тенденция о том, что малый бизнес недофинансирован, это тенденция о том, что сейчас тяжело малому бизнесу, и это показывается, в принципе, тенденция идет по стране. Основной проблемой остается доступность кредитов, условия. По которым приходится работать ставки. Ну и, наверное, на мой взгляд, это информированность предпринимательского сообщества о тех инструментах, которыми можно пользоваться. Информированность о существующих инструментах поддержки малому и среднему бизнесу в Приморье оказывается одним из ключевых факторов успеха, особенно для начинающих предпринимателей. Жители Партизанска, Максим Артеменко и Елена Голова воспользовались возможностями программы самозанятости и вместе открыли агентство «Шоу-Биз» по предоставлению полного спектра праздничных услуг населению и предприятиям. Я мечтал с детства, была мечта открыть праздничное агентство. В принципе, не так сложно на сегодняшний день, вот благодаря этой программе, да, поддержке молодых предпринимателей. То есть, все это легко воплотить в жизнь. Во времени месяца полтора, наверное. На все про все месяца полтора. До этого я год стояла на центре занятости, на учете. Все люди идут навстречу, тебе во всем помогают практически. У меня замечательный партнер, Максим. Написание бизнес-плана, конечно, обращались за помощью к юристам, к бухгалтерам, чтобы рассчитать какую-то часть, да. В принципе, таких каких-то моментов проблематичных нет. Мы, конечно, к расширению придем и в ближайшее время, потому что останавливаться только на городе Партизанский не стоит. У нас вокруг огромное количество населенных пунктов, в которых нет совершенно никакой организации. Поэтому мы уже ездили работать в находку, несколько раз ездили в соседние деревни. 59 тысяч рублей на человека при открытии собственного дела немного, но сумма безвозмездная. Ее оказалось вполне достаточно, чтобы подготовить учредительные документы, снять офис и начать работать. Люди на сегодняшний день готовы платить деньги за хорошие, качественные мероприятия, так как собственными силами организовать и провести достаточно хорошо не совсем получается. У нас огромный штат вокалистов, артистов. То есть мы можем скрасить мероприятие, сделать его достаточно интересным, чтобы людям понравилось. Я понимаю, что работать за деньги – это совершенно не то. Нужно работать для души. А когда ты работаешь для души и за это получаешь еще деньги, то это совершенно другие вещи. Всего на поддержку бывших безработных, а ныне начинающих бизнесменов из краевого бюджета, выделено более трех миллионов рублей. С начала года 148 жителей Приморья таким образом получили возможность бесплатно обучиться основам предпринимательства. Но программа «Содействие занятости» – лишь одна из возможных форм поддержки. В крае сегодня действует множество организаций и институтов, в чьи прямые обязанности входит помощь малому и среднему бизнесу. Гарантийный фонд предоставляет поручительства в случае отсутствия необходимой залоговой базы. Инвестиционные агентства, центры развития предпринимательства и экспорта помогают в эффективном продвижении бизнес-идей на внутреннем рынке или за рубежом. Открытое не так давно на территории Приморья представительство «Эксар» делает более доступными банковские кредиты для экспортно-ориентированных производств. Учитывая тот факт, что обеспечение «Эксар», которое он дает банкам, является для банков наиболее высокой степенью ликвидности, обладает страховкой «Эксара», тем самым банки снижают свои резервы, снижают свою маржу при кредитовании экспортеров. Кроме того, действует программа центрального банка, которая позволяет банкам рефинансироваться под залог кредитов, обеспеченных «Эксаром». В настоящее время действует ставка 9% для банков. Соответственно, банки будут кредитовать все-таки под более высокую ставку, чем 9%, но тем не менее. И все эти факторы влияют на снижение ставки для экспортеров. Существенно расширяет возможности кредитования бизнеса и подписанное во время недавнего форума в Петербурге соглашение между губернатором Приморья Владимиром Миклушевским и председателем правления Сбербанка России Германом Грефом. Его смысл – совершенствование технологий рассмотрения кредитных заявок и сокращение сроков принятия решений о выдаче кредитов. Сбербанк – главный актер Приморского края и подписанное сегодня соглашение расширяет эти формы сотрудничества. Помимо стандартных форм сотрудничества в чести кредитования инвестиционных проектов, мы широко работаем и глубоко работаем в области образования. Сбербанк – один из немногих офисов будущего открыл в Восточном федеральном университете и активно участвует в образовательных программах, обучая студентов, будущих своих сотрудников. Безусловно, далеко не все проблемы малого и среднего предпринимательства в Приморье удалось решить. Много вопросов у бизнеса по процедуре предоставления земельных участков и разрешения на строительство на муниципальном уровне. Но главное – в крае есть готовые коммуникативные площадки, где бизнес и власть могут вместе открыто обсуждать все вопросы, требующие разрешения. Это делает работу по улучшению инвестиционного климата постоянной и системной. Мы стараемся делать то, чего пока на других территориях России не делается. Мы стараемся создать уникальные условия для привлечения инвестиций. И нам кажется, что другого пути просто нет, потому что не может страна в европейской части развиваться, а в дальневосточной отставать. Это же не сложилось не за год, это сложилось годами. Отставание в развитии инфраструктуры, сложности, связанные с энергетикой. То есть то, что сегодня тормозит развитие экономики на Дальнем Востоке. А преодолевать эти сложности можно только за счет опережающего развития. Продолжение следует...